Исход этой болезни в летальный определяет его актуальность. Вот все районы Алтайского края, они все входят в территорию природного очага. А вот количество зараженных именно клещей тоже говорят, что если раньше там один из условно десяти, то сейчас якобы чуть ли не каждый второй. Плещевой энцефалит, но при этом доказываем, что еще два возбудителя у него в организме как минимум побывали. Так называемая микс инфекция, она все чаще и чаще в нашей практике встречается. Те истории, когда сверху на голову сыпятся, но это максимум, наверное, с птицы какой-то единичный клещ упал. Считается, в среднем требуется клещу до двух часов с момента попадания на тело человека до момента присасывания. Укусил клещ, случилось. Вот просто последовательность действий. Доли секунды нужны для того, чтобы инфекционный агент уже попал. Выжить сложно, нужно кусочек тела тогда выжить. Кто на это готов, наверное, надежный метод, но достаточно агрессивный. 50% всех случаев этой болезни регистрируются на территории Алтайского края, в стране. В стране? Да. И все эти локдауны, и тут... И он ушел из страны, я так понимаю, шутка. Что случилось-то? Нам ждать, не ждать, носить маски, не носить маски. Моё почтение, я Александр Михельсон, переговорка на МИК.ру. И сегодня у нас тема узкоспециализированная, но я думаю, что важная практически для всех жителей Алтайского края. Мы сегодня будем говорить про клещей. Но действительно, клещевой энцефалит очень неприятная штука. И в гостях сегодня уже не первый раз у нас в переговорке Валерий Владимирович Шевченко, главный инфекционист Алтайского края. И я думаю, что он как раз профессионально нам все нюансы расскажет, как не заболеть, как вообще избавиться от клеща. Ну и если вдруг случилось, то как себя вести дальше. Я вас приветствую в нашей студии. Второй, по-моему, раз вы у нас. Но сегодня первая тема у нас была ковидная, как вы понимаете. И в конце я все-таки задам вам вопрос на эту тему, куда он делся. Но это в конце. Клещи. И Алтайский край – один из регионов, где это действительно проблема. И количество в последнее время, по крайней мере, как говорят, ну и в СМИ об этом довольно активно говорят, количество именно зараженных клещей растет. Но хотелось бы начать с предыстории. Вообще, откуда они взялись? И только ли они на Алтае – это наше проклятие? Или они есть везде? Да, конечно, они есть во многих частях земного шара. И как любому животному, живому организму, нужны определенные природно-климатические условия, благоприятные для существования, для продолжения своего вида. И даже если мы возьмем более узко территорию Российской Федерации, то на всей ее протяженности, от западной границы до восточной, есть определенные территории, которые обозначаются как ареал распространения клещей. И Алтайский край не исключение, мы гармонично вот в эту полосу распространения жизни, так скажем, жизни-существования клещей вошли. И вообще, если говорить о клещевых инфекциях, это понятие имеет определение как природно-очаговая болезнь. Поэтому получается так, что мы с вами в очаге. В очаге. Так сложилась судьба, что вот мы живем в царстве, в том числе и клещей. Я пытался вспомнить первый раз вообще про клещей, я услышал в школе, когда нас там как-то планировали вывезти в Горный Алтай. До этого просто вообще никаких упоминаний, при этом я жил на Алтае. И нам сказали, вот там клещи, там нужно как-то защищаться, осматриваться, могут укусить. Но тогда как-то и особенно даже про болезни-то не говорили. Ну что это неприятная вещь и так далее. Сейчас же клещей снимают в городе только шум стоит. Даже в городе. Что происходит? То есть они как-то увеличиваются в количестве? А это, знаете, один из элементов эволюции, в том числе популяции клещей. Раньше, действительно, в прошлые годы, вот непосредственно дислокация клещей была в местах непосредственного прокормителя. То есть вот в диких местах, где, в общем-то, хватало им той популяции животных, прокормителей, которые необходимы для существования. А тенденция последних, ну, пожалуй, уже нескольких десятков лет, то, что происходит миграция этого ареала вслед за человеком. Если раньше, ну, действительно, риск был только выехав в Горный Алтай, куда-то в дикую местность, да, то на сегодняшний день клещи придвинулись ближе к популяции людей. Экспансия, в общем, клещевая экспансия. Хорошо, а вот количество зараженных именно клещей тоже говорят, что если раньше там один из, условно, десяти, то сейчас якобы чуть ли не каждый второй с энцефалитом. Там же есть энцефалит и боррелиоз, по-моему, два заболевания. Там несколько. А какие? Да, ну, давайте перечислим. Первое – это вирус клещевого энцефалита, вызываемый непосредственно, да, эту болезнь. Ну, это самый страшный, я так понимаю. Ну, да, один из серьезных. Но, с другой стороны, есть надежное средство профилактики, долгосрочной профилактики. Об этом тоже обязательно нужно будет поговорить дальше. Возбудитель эксодового клещевого баррелиоза, возбудитель клещевого сыпного тифа, возбудитель анаплазмоза, эрлихиоза. То есть как минимум пять. Жуть. То есть это вот тот случай, когда в одном флаконе пять различных возбудителей. Это может разом все быть или что-то одно? Это может быть разом. И в клинических случаях мы, оценивая состояние пациента, пытаясь разобраться, в чем причина, вот его, да, нездоровье, да, проводим исследование комплексное, сразу на несколько возбудителей. И бывает так, что одного человека с определенной клиникой выявляем в итоге наличие трех возбудителей, но клиническая картина превалирует по какому-то одному направлению. Например, клещевой энцефалит, но при этом доказываем, что еще два возбудителя у него в организме, ну, как минимум, побывали или есть в настоящий момент. То есть так называемая микс инфекция, она все чаще и чаще в нашей практике встречается. Кошмарная вещь. Поэтому факт присасывания клеща – это всегда потенциальный риск, микс инфекции вот из группы клещевых. Хорошо. А вот количество именно зараженных клещей, там, болеющих, ну, он-то сам не болеет, я так понимаю, их действительно больше стало или это сказки? Ну, если оценивать динамики, да, это так называемая вирусофорность клещей, это частота выявления в популяции клещей вируса клещевого энцефалита. Вот если в прошлые годы процент выявляемости был 2-3-6, то вот 6 процентов. То есть из 100 6 штук. То есть это не половина далеко. Из 6 процентов, то вот по данным уже текущего сезона заболеваемость клещевой инфекции, эта цифра стремится уже к 8 процентам. Но это такова наша территория. Вот вы спрашиваете, почему это так, да? Это тоже эволюция клеща. И, ну, соответственно, возбудителя, да, как в резервуаре в клеще. Если взять соседние территории, вот туда, при Байкалье, то там процент вирусоформности достигает 40 процентов. То есть это тоже исторически сложившаяся активность природного очага. То есть мы с вами живем еще, ну, далеко не в самой опасной зоне природной, связанной именно с риском клещевых инфекций. Каким образом уберечься от клеща, ну, то, о чем вы и начали говорить, во всех отношениях? То есть я бы, наверное, начал с чего? Но есть несколько теорий, ну, такие, знаете, теории из интернета. Кто-то говорит, что они чуть ли не прыгают с деревьев. Кто-то говорит, что они живут исключительно в траве. Кто-то говорит, что они могут находиться там на высоте до метра на траве. Все-таки как? Да, конечно, здесь вот определяющие наши действия должны быть знания о биологии клеща. Он находится на той территории, где оптимально находятся его прокормители. Поэтому вот те истории, когда сверху на голову сыпятся, ну, это максимум, наверное, с птицы какой-то единичный клещ упал. Поэтому вот высота метр, метр двадцать – это оптимально для того, чтобы, сидя на краю дикой тропки, на травинке, да, ждать своего прокормителя, прицепиться к нему и какое-то время… Как у Гребенщикова, сидя на высоком холме. То есть там, где есть трава и ее много, вот там нужно быть особенно аккуратным. Хорошо. Как защититься, чтобы не укусил? Правильный вопрос. Вообще можно его построить по-другому. Как в целом, да, профилактировать? Есть два способа профилактики – специфический и неспецифический глобальных клещевых инфекций, да? Ну, начнем вот с вашего подвопроса, как, чтобы не укусил. Этот способ отнесем к неспецифическому, то есть он универсальный. Я купил костюм специальный с этими, с полосками. Абсолютно правильно. Один из метров. Один из, даже, знаете, вот если брать категорию неспецифических метров, самый правильный и, пожалуй, самый надежный. Поэтому одежда достаточно плотная, плотно прилегающая в местах сгиба, в местах прикрепления к рукам, да, вот к шее, к вороту непосредственно. Это первое. Правильнее выбирать светлые тона для одежды, да, чтобы было видно, да. Иногда возникает вопрос, да, какие цвета. Есть предложение, давайте цвет хаки. Мы же идем в лес, как бы это в тренде, да, той расцветки. На самом деле нет. Наша задача максимально быстро его увидеть, чтобы себя снять. Считается, в среднем требуется клещу до двух часов с момента попадания на тело человека до момента присасывания. Вот эти два часа – это то время, когда он ищет и находит место для присасывания. И в связи с этим есть еще одно неспецифическое правило, профилактическое. Это самый взаимосмотр каждые полчаса. Идем по лесной тропинке, по дикой тропинке, да, идем группой. Через полчаса останавливаемся, себя осматриваем, соседа своего, коллегу осматриваем, да. Нет клеща, двигаемся дальше. Третий момент – это использование средств отпугивающих членистоногих насекомых. Так называемые репелленты, да. Если более детально разбирать вот тот костюм, который сейчас есть у вас, то наверняка у него есть ловушки механические, да, то есть подвороты на рукавах, на штанинах. И вот как раз под эти ловушки рекомендуется наносить средства, которые уже уничтожают этих клещей. То есть их задача не отпугнуть, а если он туда забрался, он уже, вероятнее всего, там благополучно дальше уже не сможет двигаться. То есть там средства, которые убивают. Это могут быть инсектициды, окорициды. Окорициды. Я вот ремарочку небольшую. Я перед интервью тоже вот эти страшные слова выписывал даже себе. Окорицидные. Так вот, как объяснила одна из дам, которые профессионально занимаются, мы просто на базе ее увидели случайно, они ходили с белой простыней и, видимо, каким-то образом проверяли наличие клещей на территории. Вот она сказала, что в этих вот пшикалках, ненаучное название пшикалки, ну понимаете, да, аэрозолях должны быть, вот они должны быть либо окорицидные, либо инсектицидные. Инсектицидные, да. А вот репелленты – это другое что-то. И репелленты – это вот от комаров, которые просто отпугивают. Верно все? Да, репелленты их задача отпугнуть, а у этих средств задача уничтожить. Убивают они, да? В этом их принципиальное отличие. И в данном случае вот непосредственно к применению вот тех ловушек, да, то есть он заполз и уже дальше никуда не двинется. И тем самым вы в зоне безопасности. Ну а если вот этих ловушек нет и костюма этого нет, я так понимаю, хотя бы брюки там или трико заправить в носки? В носки, да. Рубашку, штаны. Ну и на голове не панама, и лучше даже не кепка, а плотный платок, да, который, ну в том числе, если в процессе движения происходит нагибание, да, как-то из стороны в сторону, чтобы не было повода вот этими широкополыми шляпами собирать клещи из ближайших там трав и кустарников. Хорошо. Дальше. Какие методы? Ну, из неспецифических непосредственно в очаге это, пожалуй, все. Перечислим еще раз, да. Одеваемся по ситуации, более плотно, светлые тона, самые взаимоосмотры каждые полчаса, используем репелленты. Это профилактика присасывания клещей. Если говорить о теперь специфической профилактике, на перспективу, да, которая, то, пожалуй, вот для всех клещевых инфекций есть только один надежный пункт. Это профилактика клещевого энцефалита. И в этом случае, к счастью, у человека, у человечества, у нас с вами, есть вакцина. Прививка. Да, прививка от клещевого энцефалита. И знаете, вот если мы обсуждали с вами уже эффективность, надежность, безопасность ряда прививок, да, и мы, у нас была почва для дискуссий, мы обсуждали... Вы намекаете про ковид. Про ковид, про грипп, да. Есть ли в этом смысл, кто, когда должен это делать, насколько это эффективно, насколько это безопасно. Вот в отношении клещевого энцефалита все дебаты уже давно закончены. И здесь вот повода для обсуждения, работает, не работает, точно нет. Более того, у нас... Работает. Работает. Я просто прививаюсь от клещей. Вот, совершенно правильно. Несколько лет уже там с какой-то периодичностью. Да, да. Ну, там на самом деле не сложно. Первичный комплекс вакцинации, он состоит из нескольких прививок в течение полугода. А потом не забывай повторно прививаться каждые три года. И при всем при этом... Они напоминают, это же за деньги все. То есть все нормально. Они звонят, говорят, у вас подошел срок. Это вот тот случай, что во благо и хорошо, что это происходит. Потому что это действительно стоит того. И видите, еще тут дело в том, что мы с вами живем на территории природного очага. Вот все районы Алтайского края, они все входят в территорию природного очага. И факт присасывания, как мы вначале с вами начали обсуждать, он может произойти везде. В парке, даже около дома. Были случаи, когда в ожидании автобуса человек какое-то время проводит на краю дороги, и уже клещ присасывается. Потенциально есть риск вот в период активности клеща быть покусанным, ну так скажем, да, в кавычках, каждому. И это может произойти порой даже, ну, очень даже незаметно. И бывали такие случаи, когда у пациентов диагностируется клещевой энцефалит достаточно в тяжелой форме, а факт присасывания клеща достоверно установить не удается. Единичный случай, но такой бывает. То есть он уже напился и отпал сам, да? Да. Его не заметили? Да, не заметили. А клиника развилась, да, и в диагностическом поиске сделали анализы, в том числе, учитывая сезон и пребывание там, да, допустим, за пределами города, выставляется диагноз. Поэтому вот как в нашем случае быть привитым от клещевого энцефалита, это правильно. А детей можно прививать? Да, да. Дети с трех лет прививаются. С трех лет, да. И я еще хотел бы отметить один важный момент, связанный с профилактикой клещевого энцефалита. Это время, когда необходимо проводить вакцинацию. Есть пример для сравнения. Мы говорим о том, что прививаться против гриппа нужно в преддверии подъема заболеваемости гриппом. Каждый год, поскольку вирус очень изменчив, меняется состав вакцины. Поэтому важно подойти к периоду подъема заболеваемости привитому актуальным вариантам вакцины, куда внесен вот тот самый актуальный штамм вируса. И именно поэтому привычная кампания против гриппа начинается с конца августа и продолжается до начала ноября, чтобы к подъему заболеваемости рискованный контингент по осложнениям этой болезни был привит. А как вот в отношении клещевого энцефалита? На самом деле сказать, что если я не привился осенью в преддверии подъема заболеваемости, это значит история не про меня, до следующего года оставляем ее. Но на самом деле это будет неправильно. Привиться от клещевого энцефалита можно и нужно всегда, если вы вспомнили и определили, что это ваш выбор. В любое время. Можно привиться в апреле, можно привиться в мае. В данном случае существует, согласно инструкции к вакцине, ускоренная схема иммунизации. Можно ли привиться в июне или в июле? Ответ «да». Но при всем при том, тогда нужно понимать, что в данный момент вы для клеща и в своем понимании вы не защищены. Вы находитесь в стадии иммунизации, иммунитет пока нарабатывает. Следовательно, если клещу присосется и он будет инфицирован вирусом, прививка еще не сработает. Через сколько этот иммунитет появляется? Как минимум нужно две ввести вакцины, но в среднем это месяц-полтора. С начала иммунизации. Поэтому, если в вашем случае вы определили, что я вспомнил, я осознал и хочу привиться сейчас, пусть это будет июль. Тогда к следующему периоду подъема активности, заболеваемости, активности клещей, начиная с апреля и заканчивая октябрем-ноябрем, у активности клещей две фазы – весенние и осенние, вы уже будете подготовлены и привиты. То есть не надо откладывать на год опять это действие, потому что год пройдет, и вы опять забудете. И знаете, так происходит, опять же, по опыту. Я на примере, каждый год страхуюсь от клеща на предмет, если будет присасывание, не введут ему на глобулин. И когда это произошло, клещ присосался, ввели ему на глобулин, и вот только после этого до сознания конкретного человека доходит, а может, все-таки надо привиться. То есть он проживет это эмоционально, переживет все эти страхи, сработает, не сработает ему на глобулин, и только после этого принимает решение прививаться. Нет, я все-таки не буду прививаться, пойду поставлю прививку. Ну вот, к сожалению, так бывает нередко. А если заблаговременно это сделать, конечно, тогда и не будет повода всем этим ненужным негативным переживаниям. А вот периоды, вы сказали, когда максимальная активность? Тоже разные мнения есть. Первая активность начинается с момента схода снега, вот как раз когда освобождается подстилка травяная, где и сохраняет свою жизнеспособность в течение зимы клещи. Ну, это обычно март-апрель, пик подъема активности клещей, когда они выходят на тот самый прокорм. Март-апрель. Это подъем, это начало, да. А пик приходится на конец мая, середина июня, конец мая. То есть вот сейчас мы с вами находимся как раз в пике активности клещей. И вторая волна, это конец августа-сентябрь. Еще один, возможно, интернетный мем, но тем не менее, говорят, есть люди, у которых есть иммунитет к клещевому энцефалиту, к клещам. И одно из объяснений, они живут в тех местах, где много животных, и они пьют, например, молоко постоянно, в котором есть какие-то микродозы от клещей, от коров этих укушенных. И таким образом их дело не берет все. Правда, не правда? Ну, это так и есть. Да, это не на всей территории Алтайского края. Это, наверное, в большей степени реализуется даже на территории Республики Алтай. Это так называемое бытовое проэпидемичивание. Это так. То есть микродозы работают все-таки. Да. Я думал, это сказка какая-то очередная. Укусил клещ, случилось. Вот просто последовательность действий. Первое. Не впадать в панику, поскольку, знаете, есть такое мнение, что чем быстрее я от него избавлюсь, тем меньше у меня будет проблем на перспективу. Во-первых, когда клеща обнаруживаем присосавшегося, мы же не можем быть уверены, как давно это уже произошло. Считается, что с момента присасывания клеща, проникновения непосредственно, то, к чему он стремится, к сосудистому руслу, ну, доли секунды нужны для того, чтобы инфекционный агент уже попал. Поэтому здесь вот эта излишняя спешка в удалении клеща, она может быть чревата тем, что он неправильно будет удален, часть его останется, а если это где-то в движении, вдали от населенного пункта, есть риски инфицирования этой ранки, дополнительные сложности. Я вот видел такие случаи, когда уезжали на рыбалку несколько дней, где-то там при свете фонариков в палатке удалили клеща, и через неделю он уже приходит с осложнением к хирургу в поликлинику, вот только по причине того, что неправильно удалил клеща. Поэтому, конечно, если есть опыт, это хорошо, правильно его извлечь. А как правильно? Ну, правильнее извлечь его так, чтобы не остались его составные части тела. Ну, вот говорят, там кто-то поджигает, кто-то мажет вазелином, чтобы ему дышать нечем было. Ну, этот вот вазелин или масло, это точно заблуждение, это не увеличивает шансы того, что он оттуда быстренько выберется. Он просто задыхается, погибает, и ровно в таком же состоянии вцепившемся. Выжить сложно, нужно кусочек тела тогда выжить. То есть кто на это готов, ну, наверное, надежный метод, но достаточно агрессивный. Сейчас, к счастью, да, в укладке туриста в любом туристическом магазине можно найти вот специальные приспособления для быстрого, удобного извлечения. Такая небольшая пластиковая по типу фомуки. Если присасывание клеща произошло в таком месте, ну, так скажем, недалеко от города или в черте города, и есть возможность быстро добраться до травмпункта, правильнее сделать так. Не самому. Вот приехать туда, специалисты аккуратно извлекут клеща, обработают рану, извлекут его в цельном состоянии, что позволит его дальше отдать на исследование. И вот это будет следующий правильный шаг, если есть возможность. На сегодняшний день практически во всех городах Алтайского края есть лаборатории, которые позволяют исследовать клеща на наличие в нем возбудителей. И вот теперь к лечению подошли. У нас тут недавний случай, совершенно коллега одна моя, причем вот опять же в месте, где никто и не ждал, укусил клещ, она проконсультировалась и какую-то лошадиную дозу антибиотиков выпила. Ну, фу-фу-фу, вроде все нормально. Как лечиться? В данном случае это пока еще будет не лечение, или, так скажем, раннее начало терапии, или правильнее, там, экстренная профилактика, да, экстренный прием антибактериальных препаратов. Но это нужно делать? Это нужно делать, да. Но тут давайте разделим эту ситуацию на две части. Если человек не привит от клещевого энцефалита, и в вирусе обнаружили, в клеще обнаружили вирус клещевого энцефалита, в данном случае есть два способа профилактики. Это введение иммуноглобулина против клещевого, то, о чем мы с вами уже обсудили. И второе – это лекарственные препараты, обладающие противовирусным действием, которые тоже несут в себе потенциал снизить риск развития болезни. Но здесь тоже есть еще такой нюанс. Он, конечно, ну, так скажем, для информации, да, сам факт обнаружения вируса в клеще, который присосался к человеку, еще не гарантирует 100%, что болезнь у человека разовьется. А сколько процентов? Ну, по данным исследований, наблюдений, ну, от 30 до 70. То есть это вот еще к вопросу к панике и таких необдуманных действий, да, все, клещ присосался, значит, жизнь закончилась. Абсолютно нет. То есть здесь с трезвой головой спокойно нужно сделать последовательные действия все правильные. Так вот, если нашли вирус, значит, это либо иммуноглобулин, либо противовирусные препараты для профилактики. Если обнаружили какого-то другого, назовем их всей группой, да, возбудителя, то в данном случае назначается как раз профилактический курс антибактериального препарата. А если привит человек? Если привит, тогда в отношении клещевого энцефалита никаких опасений быть не должно. Мы для этого и делаем прививку, да. Порой возникает вопрос, вот, сняли клеща, нашли вирус клещевого энцефалита, в нем обнаружили. Человек привит, что делать дальше? Так он для этого и привился, чтобы не беспокоиться. То есть ничего не делать, да. Ради этого, ну а зачем мы тогда прививаемся? Нет, нет, ну может быть там попить каких-то таблеточек, знаете, реакция первая. Но это вот, да, это вот правильно, тут уже на уровне психологии. То есть не надо, если человек привит, то не надо. Именно для этого мы и прививаемся, чтобы потом уже не заботиться тогда, да. Мы столько тратим времени, вы каждые три года. Я объясню логику вопроса, то есть от гриппа мы же тоже прививаемся. Но если гриппом заболели, и даже если привит, все равно что-то там, люди пьют какие-то таблетки. Вот я поэтому вопрос задал. Это важно. Вы сейчас рассказываете вещи, о которых куча легенд в наших вот интернетах, да. И вы их некоторые развеиваете просто вот вдрызг. Я поэтому и спрашиваю, чтобы люди действительно понимали, где есть опасность, а где ее нет, и она придумана. Вот о чем речь идет. Ну и, наверное, вот вопрос, который невозможно в данном случае не обсудить. А в чем суть-то этой болезни? Вот мы все ее так боимся, а ведь вот я честно скажу, я не совсем понимаю, что происходит. Почему так много шума вокруг клещевых инфекций? Ну, дело в том, что сама проблема в отношении клещевого энцефалита, она заложена в диагнозе, так скажем, да. Это случаи инфекционной болезни с поражением нервной системы. Эта история всегда серьезная, всегда опасная, как в острый период, так и на перспективу. К счастью, вот на нашей территории не сотни случаев регистрируются, да, из года в год. Это несколько десятков, порядка 50-60 случаев клещевого энцефалита. Он еще несет в себе различные формы болезни, вот так называемые лихорадочные, когда не вовлекается значимо нервная система в процесс, до менингиальной и очаговой, когда человек практически в острый период находится без сознания, и в принципе есть риск даже умереть. Поэтому вот именно исход этой болезни в летальный определяет его актуальность. Исход этой болезни в остаточные проявления с поражением нервной системы определяет его актуальность. В отношении других болезней, эксодовый клещевой боррелиоз, тоже тема такая интересная, и порой я вижу, что недооцененная. Эта болезнь, которая опять же вызывает клещ, да, возбудитель в клеще, она в острый период проходит достаточно без ярких симптомов для человека. Порой в острый период, ну вот только что увидел образование пятна на теле в месте присасывания клеща, заставляет обратиться за медицинской помощью. А так особо самочувствие не страдает. И острый период может в ряде случаев пациентам переноситься на ногах. Но затем, спустя 2-3-4 недели, запускаются, ну так называемые, аутоиммунные процессы в организме, которые на перспективу могут привести к структурным уже, а за ним и функциональным изменениям со стороны нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы. Эта тема тоже долгосрочно в перспективу может привести к инвалидности. Поэтому здесь вот несколько другая история. Если при клещевой энцефалите ярко все в острый период, а потом уже как пойдет, да, как повезет, как, в принципе, вот сложатся события в плане оказания медицинской помощи, то здесь наоборот, в общем-то, перспектива дальнейшая может быть достаточно очень серьезная. Что касается… Это лечится? Это лечится, это лечится, да. И как и первый случай, так и второй… То есть это не приговор, так скажем. Это не приговор, да. Но это тема, которая требует внимания и своевременной диагностики. А еще тогда уточняющий вопрос. Прививка, она действует на все варианты заболеваний, на все вот эти заразы, скажу, или только на клещевой энцефалит? Ну, вы назвали баролевоз там еще, я не выговорю просто все. Вот проблема-то как раз в том, что только на клещевой энцефалит. Только на. А в отношении всего остального это не специфические методы профилактики. Вот так. И при выявлении возбудителя в клеще, тогда своевременно экстренная антибиотика, профилактика. То есть, уж совсем, чтобы все понятно было, вы привиты от клеща, вас укусил клещ, вы его сняли, энцефалитом вы не заболеете, но остальными болячками, то есть вам все равно нужно понять, есть ли там эта болячка, правильно? Правильно. А вот это тут важный уточняющий вопрос. И если она есть, провести экстренную профилактику. Понятно. И тогда проблем с фактом присасывания здесь и сейчас не будет. Но, если продолжим, да, третья болезнь под названием клещевой сибирский ТИФ. Вообще, эта болезнь достаточно значимая для нашей территории. Если оценивать частоту встречаемости, частоту заболеваемости на территории Алтайского края, 50% всех случаев этой болезни регистрируются на территории Алтайского края в стране. В стране? Да. Эта болезнь достаточно яркая. В острый период человек болеет, ну, само название ТИФ, если перевести, оно переводится как туман. Это достаточно такое непростое течение острого периода, порой даже несколько с изменением сознания, с высоким уровнем температуры, с интоксикацией, с кожными проявлениями. Но с вероятностью практически 100% выздороветь. То есть человек достаточно серьезно страдает, мучается в острый период, но гарантированно выздоравливает. Поэтому, видите, у каждой из этих болезней есть своя подоплека и риск того, что состояние здоровья изменится и сейчас, и на перспективу. Все вот это в сумме, оно определяет важность и актуальность болезни из группы клещевых инфекций. — Финализируем интервью, и, как и обещал, ну, просто не могу вам не задать этот вопрос, памятуя, что вы один из спикеров по ковиду в моменте, да, когда вся эта пандемия была. Куда он делся? Это вообще возможно? Вот столько хайпа, это трэш во всех отношениях, и психологическом, и экономическом, и все эти локдауны. И тут... И он ушел из страны, я так понимаю, шутка. Что случилось-то? Нам ждать, не ждать, носить маски, не носить маски? — Пока он не ушел, это точно. И пусть единичные, несколько, там, десятков случаев ежедневно, и в том числе на территории Алтайского края регистрируются. Если посмотреть официальные цифры по стране, это сейчас порядка трех тысяч случаев в день на территории Российской Федерации. То есть говорить о победе полноценной, полной, когда нет возбудителя, нет случаев регистрации заболеваемости, пока не приходится. Складывается ощущение профессиональное, что мы зашли в такой более долгосрочный период затишья, как это было между волнами. И то это между волнами не в каждом случае происходило. Не выйти из одной волны, допустим, мы с четвертой, мы уходили в пятую, да, еще ого-го, какую по своей тяжести. Здесь этот период относительного, так скажем, благополучия по сравнению с тем, что было, затянулся. Вот во что он выльется, я думаю, правильного и точного ответа ни у кого нет. И знаете, по опыту прошедших двух лет, долгосрочную перспективу в плане прогноза можно выстраивать на 2-3 недели. Дальше все это уже неблагодарная тема, это и в принципе неблагодарная, да. Но 2-3 недели – это примерно то, о чем мы можем говорить с большей уверенностью. От сегодняшнего дня 2-3 недели, скорее всего, будет сохраняться так. Почему так говорю? Потому что в ряде территорий земного шара все-таки продолжает регистрироваться подъем заболеваемости в ряде европейских странах. Юго-Восточная Азия. То есть это вот какие-то такие локальные вспышки, что там происходит. Пока тот же вариант вируса. Возможно, они в свое время не прошли через подъем заболеваемости. Тот же какой? Омикрон? Омикрон. Да, омикрон со своими подвариантами. Он сейчас разделился на несколько подвидов. Не исключено, что сейчас происходит как раз трансформация в вариант сезонности этой заболеваемости. То, о чем мы говорили еще с самого начала, что по опыту эпидемии, пандемии, точнее гриппа, когда он в начале прошлого века в формате страшной пандемии, потом ушел в сезонную болезнь. Ну и это хорошо, я так понимаю. Ну и из всех. Ну чем, чем, как было. Конечно, конечно. Все относительно. Идеально-то вообще от него. Ну, избавиться, да, от человечества. Но опять же, мы же понимаем, что природа не терпит пустоты. Избавимся кардинально от одного, появится что-то другое. Не факт, что лучше, чем было. Поэтому вариант перехода в сезонный формат этой болезни, ну, не исключен. И сейчас даже больше вероятен, чем это нам предполагалось в конце прошлого года. А если это так, тогда подъем заболеваемости следует ожидать в начале осени. Как это происходит каждый раз с воздушно-капельной инфекцией, когда начинают формироваться организованные коллективы, когда начинают возвращаться из отпусковства и работы. Ну и уж совсем сакраментальный вопрос. Вы в маске пришли сюда? Нет. Сейчас с улицы пришел я к вам без маски. И в лифт зашли без маски? И в лифте я ехал один. Ну, там до вас ездили. Вот вопрос. Меня он искренне волнует. Носить маску или не носить? Я для себя сделал вывод такой. Если я передвигаюсь на улице от дома по своим личным делам, не заходя в места скопления людей, допустим, в торговый комплекс большой, где я предполагаю время провести, может быть, не один десяток минут, тогда я одеваю маску. Если вот такого риска попасть в коллектив скопления людей нет, то нет. В середине где-то интервью мы обсуждали по поводу вот прививок, когда прививаться по энцефалиту, а вот теперь вопрос возникает по омикрону, ковиду, там, чему угодно. Продолжать прививаться или нет? Все-таки мы же не понимаем, будет волна, не будет волна. В период, когда ситуация расценивается как неблагополучная по заболеваемости ковидом, иммунизация должна проводиться каждые полгода. Сейчас на уровне заболеваемости в Российской Федерации мы как раз находимся еще в неблагополучном периоде. Поэтому раз в полгода на сегодняшний день как раз для профилактики возможных больших потерь в момент, если вдруг придет очередная волна, у нас популяционный иммунитет не снизился, нужно прививаться в полгода. Пока каждые полгода. Если зайдем вот уже в понятный, в закономерный период сезонности, возможно, это с большой вероятностью, это рекомендация поменяется на один раз в год в преддверии. Ну, на этой вот ноте мы и закончим. Спасибо вам большое за интервью. Будем надеяться, что омикроны нас больше не будут беспокоить. И прививайтесь от клеща. Совет специалиста. Спасибо. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok